приветствую всех зашедших на мой канал хочу все знать сегодняшнее видео будет о мировых загадках желаю всем приятного просмотра и первая загадка картина леонардо да винчи леда и лебедь картина леонардо да винчи леда и лебедь по сюжету легенды о леди имеет большое историческое значение и восхищало любителей искусства на протяжении веков оригинал полотна созданы около 1508 года ныне утрачен картина известна лишь по предварительным наброскам упоминаниям в исторических документах и копиям других художников однако обстоятельства связанность с исчезновением картины остаются окутанной и тайной есть множество теорий предположений относительно судьбы утраченного шедевра некоторые предполагают что полотно было уничтожено в ходе войн и потрясений а другие считают что его спрятали в укромном месте и леду и лебедя еще предстоит найти вторая загадка исчезнувшие шедевры караваджо мир искусства спустя века задачен исчезновением полотен итальянского художника караваджо один из самых известных случаях связан с картины рождество со святыми франциском и лаврентием украденной из молельни святого лаврентия в палермо в 1969 году выдвигаясь теория что кражи причастна сицилийская мафия еще одна пропавшая картина коронование терновым венцом не так давно ее якобы нашли в мадриде и если подлин с полотна подтвердят она может стоить до 150 миллионов евро третья загадка утраченная картина винсента ван гога несколько работ легендарного винсента ван гога бесследно исчезли оставив экспертам искусства множество загадок по мнению некоторых специалистов его исчезнувшие работы или надежно спрятаны в тайниках или попросту были уничтожены одна из таких картин ваза с ромашками и красными маками чьи нынешние владельцы местонахождения остаются неизвестными картину якобы могли выкрасть а затем незаконно продать еще одну картину сад пастора нюэнене весной украли из музея уже в современности во время пандемии четвертая загадка украденные королевские драгоценности ирана ряд ценных королевских драгоценностей ирана украли при неизвестных обстоятельствах это случилось после победы исламской революции в 1979 году среди украденных драгоценности алмаз кохи нур и другие исторически ценные камни эксперты предполагают что кражи может быть причастна династия пехлеви которые свергли во время исламской революции однако королева в изгнании фарах пехлеви категорически опровергает подобные утверждения заявляя что большая часть королевской коллекции ювелирных изделий находится в национальной сокровищнице центрального банка ирана пятая загадка кража мраморов элгена мраморы элгена собрание скульптур и рельефов которые считаются шедеврами древнегреческого искусства эти древние скульптуры когда-то украшали величественные парфюмы он в афинах греция но в начале 1800-х годов британский дипломат и седьмой граф элген томас брюс получил разрешение вывести скульптуру в соединенное королевство он якобы хотел сохранить шедевры но со временем его действия вызвали бурную полемику и приравнялись грабежу кроме того во время очистки для музея скульптуры были значительно повреждены греция настойчиво призывала вернуть статуи подчеркивая их культурное значение но британский музей в лондоне где в настоящее время находятся мрамор и отклонил эти просьбы шестая загадка происхождения кенсингтонского ирунического камня кенсингтонский ирунический камень каменная плита с рунами которую обнаружил шведский мигрант юлов оман 1898 году в кенсингтоне штат миннесота сша находка вызвала бурные споры об истории ее происхождении подлинности официальный камень считается доказательством того что в 1362 году скандинавские путешественники достигли средины части северной америки но ученых и историков разные мнения на этот счет они до сих пор оспаривают происхождение значения плиты а некоторые эксперты рассматривают ее как позднюю подделку седьмая загадка недостающей части генского алтаря генский алтарь полиптих состоящий из 24 панелей с изображением 258 фигур он вошел в историю мирового искусства как одно из самых шедевральных произведений своей эпохи на протяжении своей бурной истории алтарь пережил кражи попытки разрушения мародерства нацистов в 1934 году с алтаря исчезла нижняя панель под названием справедливые судьи и факт ее исчезновения продолжает волновать умы исследователей простых любителей искусства за много лет появилось множество версий главный подозреваемый арсен гедертье перед смертью оставил подсказку в которой якобы было указано местонахождение панели но несмотря на поиски и расследования тайна пропавшей панели остается неразгаданной восьмая загадка украденные картины яна вермьера голландский художник ян вермьер оставил после себя ряд блестящих работ однако несколько картин мастера таинственно исчезали среди украденных картин любовное письмо гитарист и дама пишущая письмо со своей служанкой эти картины крали несколько раз и некоторые из них затем возвращали при этом каждый инцидент с кражей оставлял много вопросов и тайн причины краж могли быть разными от политических мотивов до простого соблазна обладать бесценными шедеврами поиски украденных картин вермьера продолжаются и по сей день девятая загадка украденные нацистами картины во время второй мировой войны нацисты грабили и кофисковали бесчисленные произведения искусства у еврейских коллекционеров простых семей и из разных культурных учреждений поиски множества произведения продолжаются до сих пор и многие владельцы пытаются вернуть свои картины через суд один из таких случаев связан с картиной писару которая была частью коллекции еврейской пары семья подала судебный иск в требовании вернуть украденную картину этим делом годами занимается стюарт айзенштадт известный дипломат и юрист по вопросам жертв холокоста еще одна история связанных еврейской семьей дочь дэнла мерт произведения искусства похищенные нацистами из их дома наконец-то вернулись к ним в 2020 году десятая загадка проклятие вазы бассано ваза бассано таинственный артефакт из италии который датируется 15 веком по легенде ваза была свадебным подарком итальянской невесте которая трагически погибла первую же брачную ночь крепко сжимая этот серебряный сосуд пока ваза передавалась по наследству каждый ее владельца переживала череду необъяснимых смертей попытки спрятать или продать вазу якобы были тщетными потому что все ее покупатели умирали происхождение и история вазы бассано до сих пор окружены предположениями и тайнами дорогие друзья это был канал хочу все знать надеюсь вы получили истинное удовольствие от обзора мировых загадок если вам понравилось не забывайте ставить лайки подписываться на канал и оставлять комментарии до скорых встреч пока пока